Вам никогда не было интересно, почему вы любите что-то конкретное из еды, и совершенно не переносите другое. Или почему порой так нестерпимо хочется чего-то особенного, чего вы раньше вообще не ели. Например, соленых огурцов или булки с маслом. Оказывается, есть такое понятие, как пищевая интуиция, то есть наш организм сам знает, что ему не хватает, и таким образом посылает нам прямые сигналы. Что же, давайте разбираться, реагировать на такие сигналы или нет. Сразу же хочу сказать, что тема пищевой интуиции, нашедшая отражение в данной статье, совершенно неприменима к беременным и кормящим женщинам, людям, страдающими серьезными или хроническими заболеваниями, гормональными нарушениями, а также во время интенсивной медикаментозной терапии. И это совершенно понятно, потому что все перечисленное выше, совершенно сбивает всю налаженную ранее работу организма, и об интуиции в это время речу не идет. Итак, если вы любите, соленые огурцы. Соленые огурцы, именно огурцы, именно соленые, обожают есть не только беременные женщины, о них мы уже говорили, о людях, у которых часто бывает пониженное кровяное давление. Соль, попавшая в организм, задерживает жидкость, что в свою очередь приводит к повышению давления. Довольно часто соленые огурцы очень хочется съесть во время сильно стресса, который плавно перетекает в хронический. Замечено, что тяга к соленому во время переживаний только усиливается, таким образом организм отвлекается на яркие вкусовые ощущения. Если очень часто вам не хватает соленого, то организм предупреждает о том, что ему недостает натрия, калия, витаминов и жидкости. Довольно часто неожиданное острое желание соленого говорит о снижении иммунитета. Когда безумного хочется мучного. Для девушки это просто трагедия, не меньше, когда до дрожи в руках хочется именно сладкой выпечки, булки, печенье, пирожков и прочие жутко калорийные и крайне вредные для фигуры еды. На меня, бывает, тоже находит, надо печенье съесть, вот хоть кричи. А в обычное время в к мучному совершенно равнодушно. Так что же говорят специалисты? Навязчивая тяга или постоянная нездоровая любовь к выпечке объясняется несколькими возможными факторами. Во-первых, это нехватка в организме азота. Также побочными признаками данной проблемы является отечность, высыпание на кожу, постоянные инфекции, переходящие из одной в другую. Если организму не хватает жиров, то желание наесться печенье или булок может быть спровоцировано именно этим. Побочными признаками данной проблемы являются ухудшение памяти, быстроутомляемость, сухая кожа, вялость. А еще очень хочется сладкую и калорийную булку тем, у кого в жизни мало радости, депрессивное состояние и отсутствие любви. Влюбленные девушки редко объедаются мучным и сладким на ночь. Так что замечено, что чем холоднее снаружи и в душе, тем больше хочется печенья и булок. Жутко хочется острого. Любители красного жгучего перца, чеснока и горчицы точно знают, что они склонны к вирусным, особенно сезонным заболеваниям. Именно таким образом организм защищает себя от вирусов и микробов еще на подлете. Ну а если внезапно жутко захотелось съесть головку чеснока или жевать острого перца, то знайте, в вашем теле уже где-то блуждает коварный вирус, и значит чеснока нужно немедленно съесть. Когда без кофе нет жизни. Говорят, что аромат кофе – это самый продающий аромат в мире. Маркетологи давно эту тему поняли, и теперь ароматы кофе витают во многих магазинах и супермаркетах, даже в тех, которые к еде не имеют никакого отношения. Все дело в том, что кофе – это действие, и даже один только аромат кофе побуждает нас куда-то идти, что-то делать, покупать. Любителями кофе, читайте, как я, фанатами, чаще всего являются люди с пониженным давлением и те, кто много думает головой, то есть работники умственного труда. И если внезапно до дурноты захотелось кофе, значит, организм нам сообщает, что голова устала и нуждается в отдыхе и в энергетической поддержке. Когда есть шоколадная зависимость, чаще всего любителями шоколада во всех его вариантах являются именно женщины. Постоянная тяга или резкие приступы шоколадницы говорят скорее о психологических проблемах, таких как отсутствие любви или явно недостаточном ее количестве. Причем, как утверждают специалисты, речь здесь идет именно о физической стороне этого прекрасного чувства. Мясо. Я думаю, многим из нас знакомы это чувство, когда хочется съесть мясо, просто вот взять хороший такой кусок мяса, зажарить его и съесть. В мясе содержится белок и железо, которые так необходимы для нашего иммунитета, именно поэтому мясо чаще всего хочется в холодное время года и после тяжелых физических нагрузок. Вообще любители мяса, как правило, тратят в своей жизни очень много энергии, на восполнение которой и намекает их организм такими вкусовыми пристрастиями. Оказывается, пищевая интуиция – это внутренний голос нашего умного организма, который подсказывает нам, в какое направление сейчас надо идти и жевать. Благодарю за просмотр выпуска. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии. С вами была Алиса Иванова.